Мы теряем день за днём и месяц за месяцем, потому что медленно раскачиваемся. Пример, который затрагивает многих, это возможность нанесения удара по нашим объектам, в том числе в Москве, аналогами, в Украине и Украине, аналогами Герании. Возможность имеется вполне реальная, в том числе и по Кремлю. Вот та информация, которая была в открытом... Синхрон долги – это клуб российских нытиков. Но нужно отдать должное, что Гиркин, этот военный преступник, он-то достаточно чётко формулирует происходящее в российской армии. По крайней мере, я не вижу, чтобы где-то принципиально он натрындел или ошибся. Может быть, он просто наш агент вместе с генералом, уже полковником Мурадовым? В доступе оказалось размещение, нахождение всех панцирей и так далее. Она не обеспечивает заведомо... Это фиговый листок, извините, пожалуйста. На тему реальной ПВО. Без соответствующей авиационной группировки, только авиационные носители в необходимом количестве это могут обеспечить. Сейчас нужно срочно мобилизовывать. Те же самые Эльки, те же самые Як-130. Север Океап на мигов 29-х перебрасывать. Потому что при наличии желания Украина это спокойно могут проломить. Да, мобилизация и всякое такое. Так вот, почему российским, в первую очередь, мужчинам, но, наверное, не только мужчинам и женщинам, не стоит ходить на концерт Путина. Во-первых, может прилететь украинский беспилотник. Нет, мы, конечно, за гражданскими охотиться не будем. Ну, а президент России это легитимная цель номер один. В принципе, если бы мы его ухайдохали, или, как говорят профессионалы, забаранили на стадионе Лужники, то было бы лучше всем. Как ни странно, потом, после того, как они бы разобрались, ну, в смысле, россияне в себе, они сказали, какие вы молодцы, вы спасли нас от тирана. Давайте дружить, мы же, братские народы. И тут сразу на звук начинаешь делать, в первую очередь, предупредительное, следующее на поражение. Так вот, почему не надо ходить на концерт Путина? Потому что с концерта Путина можно сразу попасть на фронт. Под Сватово, под Кременуо, в район Угледара. А там, как известно, предупредительных выстрелов уже не будет. Ну, от слова совсем. Если помните, весной прошлого года, в марте уже, я заговорил о необходимости мобилизовать 300 тысяч солдат, чтобы к концу 22-го года иметь шанс закончить войну победы. Извините, я тут тематическую маечку одел. Когда мы говорим о второй волне мобилизации в России, да, мы сразу же задаемся вопросом. Куда делась кадровая армия и что случилось с первой волной мобилизованных российских граждан. Но когда мы смотрим на вот эту вот маечку, она вообще-то посвящена организаторам концертов Кобзона. Я хочу вам сказать, что я знаю людей, которые в 90-х годах организовывали концерты Кобзона. Причем на территории Российской Федерации. И теперь, вот прямо здесь и сейчас, тоже организовывают концерты Кобзона. Есть некоторые нюансы. Там обычно вот нужно как бы, вот кости слишком видны на этих концертах. Но кто сказал, что в аду легко? Так вот, вернемся к аналитике военного преступника и его размышлениях о том, что без второй волны мобилизации уже никуда. Ни в марте, ни в апреле, ни в мае, ни даже в течение всего лета мобилизация этих 300 тысяч человек не была проведена. А когда она началась, в октябре месяце, ее уже было катастрофически мало. И те 300 тысяч солдат, которые реально встали в строю и встали в резерв, их теперь уже недостаточно для того, чтобы одержать победу. Причем недостаточно в критической степени. Для этого надо было осенью мобилизовать не 300 тысяч, а 600 тысяч человек. Сейчас для того, чтобы одержать победу, нужно еще 600 тысяч человек, полмиллиона мобилизовать, поставить в строй. По мере того, кстати, вопрос о способности нашего Минобороны, конечно, их вооружить и обеспечить, это отдельный вопрос. Мы же с вами не хотим такого развития событий. Когда российские элиты уберут Путина, сколько еще ждать от них реальных действий? Понимаете, Надя, нет конкретной даты, нет конкретных сроков. Более того, весь ход первого года войны нас убедил в том, что это неблагодарная вещь закладываться на какие-то даты и сроки. Потому что ты ждешь от них решительных действий, а видишь только импотенцию. Но то, что им не нравится, то, что они страдают от происходящего, это факт. Тому масса подтверждений. Посмотрите на действия Абрамовича и его окружения. Как они ширудят, чтобы не попасть под американские санкции. Что они только не предпринимают, какое сальто мартали не крутят. Свидетельство это того, что, конечно же, элиты, и в частности бизнес-элиты, я имею в виду олигархов, жуликов, силовой бюрократии, все эти миллиардеры, хотят избежать дальнейшего ухудшения личной ситуации своих семей, для своих капитала, для своих авуаров и так далее. Конечно, хотят. Но перекидывается здесь напрямую мостик к тому, что все эти проблемы вызваны их близостью Путину и тем, что Путин является главным, так сказать, протагонистом войны. Убираем Путина, нет войны. Это же действительно так и работает в этом дихотомии-то. Да, я думаю, они понимают, но они трусливые ведь. Понимаете, Надя, они очень трусливые. Они будут ждать момента, когда оно само где-то как-то сладится. Понимаете, они просто запрыгнут в эту повозку, ведущую в какое-то прекрасное будущее, безопасное, с возвратом к прежнему образу жизни. Между прочим, именно сейчас, насколько мне известно, действительно Абрамович собирает вокруг себя старую олигархию, некоторых и новых представителей, всякого рода чиновникам еще прежненского, ельцинского призыва, все эти Тани Вали и так далее, Чубайсы, которые пытаются, ищут способ устраивающий и Путина, и Запад. Это абсолютно невозможная конструкция, невозможная формула, но это не значит, что они не будут пытаться. Кончится это тем, что Путин уберут или нет? Ну, посмотрим. Мне кажется, гораздо более важным, решающим фактором является не вот этот дискомфорт элит, а прямое военное поражение, оно как раз ведет взвинчивание ситуации до степени, когда, собственно, нужно будет действительно принимать решения и перестать от них уклоняться, в том числе и кадровые, в том числе и по первым лицам, на кого-то возложить ответственность за поражение. Это гораздо более убедительный довод, потому что могут утонуть все, так лучше пусть утонут несколько. Так что, в любом случае, многие события произойдут именно в этом году, во втором году войны. Вот это я точно знаю. Я уже озвучивал свой прогноз много где, что я считаю, что за этот год все решится. Это не значит, что война прям одномоментно закончится, хотя она закончится неожиданно, как это обычно бывает. Но, во всяком случае, произойдут такие события, которые повлекут за собой в течение этого года, может, во второй его половине и уже, может быть, даже в 2014 году, именно завершение войны, а не ее продолжение. Понимаете? Поэтому я не верю никакой войны на истощение на много лет. Я не считаю, что нынешняя восточноевропейская война, затерянная агрессивной Москвой, равна этим восьми годам позиционного противостояния в зоне ООС на Донбассе. Это не одно и то же. Ни по качеству войны, ни по ее содержанию, ни по масштабам, ни по количеству погибших, ни по какому показателю. Там это действительно было позиционное противостояние, а здесь это масштабнейшая война, которой не видывала многие уже десятилетия Европа. И много она терпеть этой войны не будет, не хочет. Приложит все усилия для того, чтобы это все закончилось. Это же логично. Лихорадят рынки, идут расходы, неопределенность относительно самой России и Москвы и Украины, ее будущего евроинтеграционного, евроатлантический интеграционного. Зачем это Западу? Года вот так достаточно. Следующий год должен стать решающим. В любом случае, то, чего хочет Запад, часто ведь и происходит. Не будем иллюзии питать. Дело не в том, насколько Запад циничен, а в том, насколько Запад заинтересован. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.